На школьном дворе аккуратно сложены новые скамейки, урны и другие элементы благоустройства. Скоро их расставят по местам и территория приобретет совсем другой вид. Пожалуй, одна из самых долгожданных щелковских строек – школа на 1100 мест в микрорайоне Солнечный. Работы по ее возведению начались летом позапрошлого года. Сегодня к школе опять повышенное внимание. Приближается новый учебный год. И, конечно, педагогам и ученикам очень хочется начать его в новых стенах. Успеют или нет? Ответ на этот вопрос был дан в ходе рабочего совещания с участием первого заместителя министра строительного комплекса Московской области Александра Вилькамира и первого зама руководителя главгосстройнадзора Дмитрия Белолипецкого. С представителями подрядчиков и профильных структур администрации округа обсудили рабочие вопросы, касающиеся завершения строительства. От перекладки инженерных сетей до сборки школьной мебели. Комиссия прошла по широким школьным коридорам, осмотрела просторные классы, столовую и пищеблок. У представителя Минстроя, которому, безусловно, есть с чем сравнивать, наша школа вызывает позитивные эмоции. Потолки высокие. У нас, на самом деле, не так много таких проектов. Получилось. Очень хороший проект. Часть школьной инфраструктуры расположена на открытом воздухе. Практически готово спортивное ядро, хоть сейчас начинай заниматься. Полным ходом идут работы по благоустройству территории. Дольше всего, по словам подрядчика компании СУ-22, продлится перекладка участка теплосети ориентировочно до середины августа. Надо устранить небольшие замечания, в частности, по отделке фасада. В целом, строительная готовность школы в Солнечном оценивается в 95%. Мы сегодня посмотрели, увидели, что высочайшую строительную готовность у нас, фактически, я уже говорил, только чистовое покрытие полов там, частичный линолеум положить, где-то потолок собрать, поручни, перила, все там, ну, привести уже в порядок, да, финальные штрихи остались. Но все решаемо, подрядчик идет в графике. Соблюдение всех норм и правил при вводе в эксплуатацию важного губернаторского объекта контролирует Госстройнадзор. Особое внимание к вопросам безопасности. Отдельная просьба обязательно нашего представителя пригласить, когда начнется комплексное испытание системы безопасности, чтобы мы лично убедились, что системы все работоспособны и безопасность объекта в ходе его эксплуатации будет обеспечена. Еще несколько месяцев назад на стройплощадке школы наблюдалось отставание, в частности, обусловленное приостановкой работ на время карантина. Но сегодня администрации округа совместно с профильными областными ведомствами и, конечно, усилиями подрядчика делают все, чтобы школа в Солнечном приняла учеников вовремя. Это касается как строительных работ, так и получения разрешительной документации. Нас заверили, что проблем не будет. Вопросы текущие, какие-то сильные проблемы и рисков я не вижу. Безусловно, школу введем, откроем 1 сентября. Сегодня состоялся очередной выезд, мониторинг. По поручению главы мы ежедневно контролируем, участвуем, максимально содействуем подрядчику в проведении тех или иных работ, решении тех или иных вопросов. И надеемся, что к 1 сентября состоится торжественное открытие. Ирина Микеда, Александр Оржевский, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.